Методы функциональной диагностики в отечественной медицине применяют с 1954 года. За это время подходы к исследованиям и оборудования эволюционировали. Сегодня на оценку состояния человека и тяжести его заболевания у специалистов уходят считанные минуты. Своевременная диагностика недугов у пациентов позволяет врачам подбирать наиболее эффективные методы профилактики и лечения, в том числе и в кардиологической отрасли. Когда я начинал работать, инфаркт миокарда, огромный рубец, тяжелая сердечная недостаточность, сейчас быстрое оказание помощи, стентирование, ты смотришь и, в общем-то, как будто у человека зачастую бывает так, что если вовремя все сделано, особенно, что как будто вот ничего и не было там. МРТ, ЭКГ, УЗИ и велоэргометрия – в перечне современных методов диагностики с десяток наименований. В период пандемии самым распространенным из них стала пульсоксиметрия. С ее помощью у пациентов определяли степень насыщения крови кислородом. В ходе научно-практической конференции ведущие специалисты функциональной и ультразвуковой диагностики страны рассказали медикам Волгограда об актуальных методиках исследований в кардиологии. Мое сообщение посвящено, к сожалению, очень распространенному заболеванию ишемической болезни сердца. Вот что может сделать врач ультразвуковой и функциональной диагностики, как помочь врачу-кардиологу и не только кардиологу, реаниматологу в выборе единственно правильного метода лечения. Огромное удовольствие и для лекторов, и для слушателей, возможность пообщаться, возможность задать вопросы. В ходе выступлений представители Российской Ассоциации врачей и функциональной диагностики озвучили и перспективы развития направления. Среди инициатив разработка совместно с Национальной медицинской палатой и Министерством здравоохранения России временных нормативов на проведение исследований, а также внедрение телемедицинских технологий и выделение функциональной диагностики как профильной научной специальности. Задача диагностов как можно раньше выявить поражение сердечно-сосудистой системы пациента и не допустить подарив шанс на полное выздоровление без последствий для организма. Для этих целей в рамках задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, по рекпроекту борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта здравоохранения, в Волгоградской области закупают новую медтехнику. Мы производим промывку системы отопления для подготовки ее к зиме. Вот. То есть сейчас мы будем открывать кран, напрессовывать его воздухом и проверять состояние воды. Так, открываем. Все работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону проводят по индивидуальному графику прохождения испытаний системы. Это позволяет выполнить поставленные задачи во всех многоквартирных домах Волгоградской области в срок. Всего, значит, у нас на тракторозаводском районе 246 домов. Они согласно графику эти работы выполняются. Перед этим мы уже проводили эту промывку. Она не один день проводится, она несколько дней проводится. Сейчас идет завершение сдачи ее тепловой инспекции в присутствии тепловой ресурсоснабжающей организации. После проверки качества проведенных работ на объекте специалисты составляют специальный акт. В обязательном порядке производится осмотр внутридомовой системы отопления и по итогам составляется этот акт определенной формы, который содержит информацию о техническом состоянии внутридомовой системы отопления и ее подготовленности к отопительному сезону. Регулировка системы отопления, промывка и гидравлические испытания – это лицензионные требования. За их нарушений управляющая организация может потерять права на предоставление услуг ЖКХ. До 1 сентября 2022 года все дома Волгоградской области должны быть готовы к осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности дома к отопительному сезону выдадут управляющим организациям после успешного проведения гидравлических испытаний и готовности общедомового прибора учета тепловой энергии. Сегодня ночью, завтра днем в Волгограде переменная облачность, преимущественно без осадков. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 м в секунду, днем порывы 9-14 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 24, плюс 26.